Теперь наш разговор будет про стиль в рисунке. То, что опять же многие люди с самого начала или не с самого начала начинают думать про собственный стиль в рисунке, про то, как развить собственный стиль в рисунке, про то, как еще что-нибудь, еще что-нибудь. Во-первых, хочу сказать, что стиль — это индивидуальная манера изложения. Что это значит? Это то, что существует объект, и этот объект можно рисовать в разных стилях. Элементарно, да? То есть вот в таком, вот в таком. Вам видно? Вот такой какой-то узорный стиль, вот там простой и так далее. Разные манеры. Один объект — разные манеры. И если опять же возвращаться к нашей схеме, то стиль возникает вот здесь. То есть сначала... Ну, в пайплайне мы определяемся сначала со стилем, потом уже рисуем его, моделируем его форму и так далее. Но как бы технически сначала появляется форма, да? То есть там кружка, например. А потом эта кружка в какой-то стиль превращается. Вот в такой, например, или в какой-нибудь другой. И так далее. Ну, кружка простая, в другом не нарисуешь, но тем не менее. С языком это можно сравнить. Где-то я тут сравниваю, да? Вот здесь вот. То, что с языком — это то же самое, по сути, да? То есть есть слова даже русского языка. Русский язык вот нас учат там в школе. Мы учим русский язык. У нас там правила, там фонетика, всё синтаксис, всё такое-такое-такое. А потом, как бы, вроде учили все одинаково, да? А сейчас вот через там 20 лет посмотри на всех, и все уже говорят вообще по-разному. У всех своя манера речи, у всех свой стиль речи. И друзей вы там своих не спутаете, потому что у всех свои словечки проскакивают, интонация и всё прочее. Вот в рисунке всё то же самое. Ребёнок может там в 6 лет, да, начать повторять за каким-нибудь взрослым какие-нибудь его там словечки и выражения. Но это выглядит неестественно. Чувствуется, что ребёнок, он просто повторяет. Это неестественная его манера речи. У в рисунке всё то же самое. Если вы с самого начала начнёте задумываться о своём стиле и так далее, он, как бы, ну, он будет неестественный. То есть будет видно, что вы себя ограничиваете. То есть у кого-то, конечно, он появляется там, но всё равно, с другой стороны, обычно он появляется у тех, кто более-менее знает базу. Так или иначе, хоть как-то он её там зацепил, потом он, да, начинает эту базу по-своему рисовать. Никто не говорит, что, чтобы выработать стиль, вам нужно перелопатить абсолютно всё, как бы, там, и свет, и светотень, и цвет. На самом деле стиль, он у вас будет сам появляться постепенно. Так же, как и в вашей речи появлялась манера вашей речи. Вы же не специально, там, знаете, после школы, там, начали, вот, в 11 классе у вас началась, там, разработка собственного стиля речи. У вас такого не было. Вот этот стиль у вас появлялся параллельно с изучением базы в первом классе. И вот к 25, 20, к 18 годам он у вас появился. То же самое в рисунке. Это бессознательно существует происходит. Поэтому стремитесь не к стилю, а к знаниям, да. То есть в школе учитесь нормально, учите всю эту фонетику, синтаксис. Чем больше вы будете знать, тем больше, как бы, вы можете разговаривать. Вы это понимаете, да. То есть мы, если мы возьмём какого-нибудь необразованного человека, который, там, три класса школы закончил. Ну, есть, конечно, манера стиля, причём очень много нецензурных слов. Но там одно и то же слово, да, там, никакого у них, там, никакого у них, у него литературного оборотов никаких нету. То есть вы понимаете, что, ну, встречали все таких людей, господи, на улицах, у вокзалов где-нибудь. С другой стороны, человек, который образованный, который, там, прошёл, там, вуз и так далее, много читал и всё прочее, у него тоже есть манера речи. Но она у него намного более развернутая, намного более широкая, да. Он большим количеством слов может оперировать. В рисунке, опять же, всё то же самое. То есть если вы, ничего не зная, сразу попытаетесь, там, что-то, там, своё сделать, ну, как бы, ребят, ну, у вас будет всё очень ограничено. Поэтому стремитесь к знаниям. Идите по базе, проходите всю эту базу, копайтесь в ней. Стиль реально будет сам параллельно развиваться. Как коммерческое понятие, стиль очень хорош. То есть когда вы будете потом работать, не потом, а уже сейчас, да, там, неважно, когда там вы работаете. Конечно, для клиента то, что у вас будет какой-то стиль, это, ну, это коммерчески выгодно. То есть клиент будет знать, что от вас можно получить, в конце концов. Но с этой позиции, с позиции именно клиентской, как бы, там, позиционирования, это немного другой разговор. Но, как бы, на этом этапе, на этапе самообучения, я вас хочу просто, как бы, предостеречь от того, чтобы сильно прямо заморачиваться на разработку стиля. Ставьте это вот сюда, на дизайн. Опять же, учитывая, что дизайн, это ситуативно, зависит от проекта. То есть стиль тоже очень сильно зависит от проекта. Поэтому, вот, учитесь, учите свой язык, да, как бы, что-то ещё можно сказать. И потом у вас будет появляться эта манера, вы будете её чувствовать, вам будут люди говорить со стороны, что, о, я узнаю, типа, твою манеру. Рисование. Она будет зависеть от того, что вам вообще интересно. Она будет интересна, она будет зависеть от того, что вы за человек. Она будет от многих вещей зависеть. Другое дело, что, если вы всё-таки потом захотите податься в какой-то более концепт-дизайн. То есть, обычно, у иллюстратора держат один стиль, а концепт-дизайнеры, что-нибудь так, ну, такого рода люди, они обычно стремятся работать в разных стилях. Это, ну, хорошее умение, это очень интересно. Ну, просто каждому человеку своё. Всё, вам придётся не только свой стиль, а понимать, в принципе, основу стиля и подстраиваться, уметь под разные другие стили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok